На дорогах Ивановской области тишь да благодать. Так в среду отчитался перед журналистами о работе ведомства за первое полугодие Дмитрий Костерин. По итогам первых шести месяцев в регионе зафиксировано 751 ДТП с пострадавшими, в которых 50 человек погибли, 1029 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели неплохие. В результате принимаемых мер по стабилизации обстановки с дорожно-транспортной аварийностью зафиксировано снижение всех трех основных показателей аварийности – это ДТП и погибшие и раненые. Как я ранее уже говорил, мы получили статистику Центрального федерального округа по тяжести последствий от количества погибших на 100 пострадавших, то есть раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Мы занимаем одни из лучших показателей в Центральном федеральном округе первое, в Российской Федерации четвертое место мы занимаем по тяжести последствий. Касаемо больной темы ГИБДД нетрезвых водителей также наметилась положительная динамика. В целом за 6 месяцев 2013-го зарегистрировано 65 ДТП с участием подвыпивших автомобилистов. При этом в 40 случаях водители находились в сильной степени опьянения. В 4-х она превысила 3 промилле. Это по сути алкогольная кома. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды по выявлению пьяных за рулем. Мы добиваемся не количества выявленных нарушений, чтобы понимали. Нам нужен профилактический момент, чтобы водитель не сел за руль в состоянии алкогольного пьянения. Вот самое главное. Некоторые, я общаюсь в твиттер-сообществе, они пишут, а почему 3 водителя задержаны? Не все понимают о том, что не 3 должно быть задержаны, 10 они хотят. Да нет такого. Наоборот, написали, что проводим мероприятие. Наоборот, народ сказал, да, я сегодня не поеду. Там сказали, начальник ГАИ проводит мероприятие. Вот для меня самое главное. По-прежнему наблюдается нехватка сотрудников ГИБДД. Но их работу успешно выполняют средства автоматической видеофиксации. Один парконч его стоит. За несколько месяцев его работы выявлено почти 4 тысячи фактов нарушения правил остановки и стоянки. Вынесено 3765 постановлений. На сумму почти 6 миллионов рублей. Так что использование устройств фиксации будет продолжено. Мы планируем в четвертой декаде, отставить в четвертом квартале, реализовать те мероприятия, которые мы планируем. Это перенести неэффективную часть камер стационарных. Мы уже выявили две камеры, которые у нас неэффективны. И плюс мы получаем в рамках программы еще 4 камеры, которые будут стационарно установлены. Места уже определены. И плюс работа с пересечением вступлений, проезд на красный сигнал светофора. Приблизительно три комплекса планируется к закупке и к установке. Почти на 6,5% сократилось число ДТП по вине начинающих водителей. Но несмотря на положительную динамику, в этой сфере, по словам Дмитрия Кастерина, необходимо навести порядок. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.